Возможно, уже со следующего года очередей в поликлиниках станет меньше. В силу вступит закон, который немного увеличит время приема одного пациента. Сейчас для каждого врача существуют специально разработанные нормативы еще с советских лет. Например, окулисту на прием дается всего 12 минут, столько же у хирургу. Этого времени не хватает. Как результат, постоянные очереди и недовольные пациенты. Можно ли остановить время для врача и пациента, узнавала Яна Лисовая. Успеть за 12 минут. Для окулиста Лидии Матушкиной это не название нового блокбастера, а ежедневный рабочий девиз. На каждого ее пациента по официальному регламенту отводится именно 12 минут. Ни больше, ни меньше. Диагноз уже даже по жалобам определяют. Жалобы уже предварительные диагнозы, жалобы больной предъявляют. И мы уже как-то планируем, уже знаем, уже целенаправленно его спрашиваем и потом осматриваем у нас. Эти считанные минуты врачам и самим приходится считать. Говорят, такие точные математические расчеты это сложная формула, по которой вычисляется, скольких людей должен обслужить каждый врач и, соответственно, сколько времени ему на это понадобится. Медики и сами понимают, эти еще советские нормативы давно устарели. Эти стандарты глубокого, древнего, 68-го года. Существовал тогда такой тысячный приказ. И вот эти 10 пресловутых минут, они, можно сказать, просто легендарные 10 минут. Потому что сейчас исчисление нормативов, в которые положено уложиться врачу при приеме пациента, они для разных специальностей сейчас достаточно варьируют. Терапевту на одного пациента дают 18 минут. Причем, если терапевт студенческий, ему, если верить нормативам, хватит и 14. Хирург при всей сложности своей работы должен уложиться в 12. Небольшие поблажки дают, например, кардиологам целых 20 минут на одного пациента. На самом деле, официальной бумаге нельзя доказать, что порой и сами пациенты на прием опаздывают. Не учитывают нормативы и тот факт, что некоторые к врачам ходят как на исповедь, поговорить по душам. В результате – постоянные очереди на прием к врачу. А время на талоне и на часах совпадает редко. Духота страшная. Он стоим, обмахиваем ребенка. Если следовать такой медицинской арифметике, где время – главная постоянная величина, то в неудобном положении оказываются и пациенты, и врачи. Одним приходится ждать своей очереди, другим фактически не выполнять норму пресловутых стандартов, которые, кстати, дополнительно прописаны еще и в территориальной программе госгарантий. Указано на то, что пациент не должен ожидать более 20 минут приема врача. И, кроме того, если врач оказывает экстренную помощь, а экстренная помощь оказывается в тех случаях, когда пациенту идет непосредственно угроза жизни пациента, естественно, делается скидка, и пациенту придется ожидать дольше. Возможно, уже с начала следующего года медики перестанут искать потерянное время. В силу вступит закон об основах охраны здоровья, и время на осмотр одного пациента хоть немного, но увеличится. Расчеты нового закона будут отвечать современным потребностям. Тогда врачи, говорят, будут по-настоящему счастливыми, ведь часов наблюдать не придется. Яна Лисовая, Иван Сюмак, Эдуард Еворский. Новости дня информационного агентства Порт-Амур.